Они находят закладчиков максимум за неделю. Курские наркополицейские совершенствуют методы работы о борьбе с незаконным оборотом психотропных веществ и взаимодействии всех структур власти в вопросах безопасности говорили в Доме Советов. Глава региона провел очередное заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка. Общественные советы, добровольные дружины, оперативные молодежные отряды. Профилактике правонарушений и преступлений в Горшеченском районе уделяется особое внимание. Произошло снижение преступлений как уголовных, так и административно-горшеческих районов. Я хочу отметить улучшение работы органов полиции в нашем районе. Это очень приятно, потому что невозможно решать вопросы профилактики правонарушений и преступлений без тесного взаимодействия с силовыми структурами. Профилактика приносит плоды и в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. По данным Комитета здравоохранения, потребителей в Курской области по сравнению с прошлым годом стало меньше на 6%. Тех, кому поставлен диагноз «наркоман» на 10%. Системой стали все-таки ночные рейды по так называемым местам ночного лодка. У нас там основная молодежь занимается. Был подготовлен соответствующий план с привлечением сотрудников МВД. Провели в летний период времени значительное количество этих мероприятий. Отобрали, конечно, наркоопасные объекты. Их не так много в городе Курске. 3-4. К владельцам этих заведений надо будет предъявлять больше то же самое спрос. Всего за 9 месяцев наркополицейские изъяли свыше 100 килограммов запрещенных веществ. 27 из них синтетического происхождения. Существенно выросло по сравнению с прошлым годом количество изъятого героина. 207 граммов в 2014, 2,5 килограмма в 2015. В центре внимания и борьба с интернет-магазинами. В настоящий момент мы расследуем уголовное дело в отношении организованного преступного сообщества. Сейчас решаются вопросы возбуждения. Принимало участие функционированные магазины не менее 14 жителей города Курска. Магазин функционировал на территории города Курска и города Воронежа. И по нашим предварительным подсчетам сумма дохода, которая была взята в районе 7 миллионов рублей. Специалисты отмечают, межрегиональное и межведомственное взаимодействие помогает решать проблему на более высоком уровне. Находить и отправлять под суд не единичных закладчиков, а целые преступные группировки с внушительными объемами и оборотами. Юлия Абрамова, Геннадий Воробьев, Телеканал СЕИМ.